Здравствуйте! Ещё раз, действительно, вторая карта. Наши аналитики отметили, проигрывать её никак нельзя. И вроде бы на бумаге всё у Фнатик с этой картой более чем хорошо. Но, во-первых, мы частенько говорим о карте Инферно в контексте того, что мало какая команда может назвать её 100% своей. И да, вроде бы у Виталити на начало вот этого отрезка в три месяца и были определённые трудности. Они там проигрывали четыре Инферно подряд. Но последние результаты 16-9, 16-4, 16-3 победа. Но, правда, соперники Complexity OG и Spirit непам проигрывали 4-16. Правда, это тоже такой себе показатель определённый. Ну, Фнатик верит в своё Инферно. Так, нам под радаром надо поменять нас на Инферно и на пик команды Фнатик. Но я думаю, вы все прекрасно знаете, кто какую карту выиграл. Пока что Виталити ведут 1-0 в этой серии Best of 3. Ну и Фнатик, начиная в атаке, действует довольно поступательно. Запустили Джейви на банан, под флешечку заняли центр. Ну и, я так понимаю, дым на КТ полетит. При этом вообще никакой инициативы от Виталити мы не наблюдаем. Была полупозиция на некоторое время у Шокс. То есть он стоял под аркой, готовый сместиться. Но как только он подошёл поближе к ребрам, команда Фнатик начала своё движение как раз-таки под базу B. Раскидка пошла. Ну, наверное, инфа по Месути есть. Правда, Сикрет с большой задержкой был вскрыт. Благо, больше одного убийства Апексу оформить не получилось. С параллельным курсом на руинах прошли Месуту. Укреплён банан, но здесь стоит Бролан в упорной позиции. В общем, не завидую я Виталити. Ну, если Зайву справляется с Броланом, а так и происходит, то шансы на ретейк всё-таки сохранят за собой французы. Флюша также скомпрометировал свою позицию. Правда, нашёл минус по РПК, что Бёрстмот пытается показать нам Флюша. Да ещё и в прыжке. Нет, не отпускает его Зайву. Но при этом остаётся бомбардир французской команды в соло. Знает про Голдена. Бомба пищит. Ну, хоть что-то не залетел. И нужно уже отступать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так и не добили Голдена. Который, кстати, вновь на пистолетке показывает высший пилотаж. Помним, с чего начинался у нас второй Даст. По-моему, троих или четверых убил Голден в первой пистолетке. Его сейчас также квадрокилл за ним. Ну и коэффициенты 2,5 на Виталити. И 1,49 на Фнатик. Кстати, слышали новость, что GGBet теперь принимает ставки из Украины. Это действительно правда. Так что если вы живёте в этой замечательной стране, то можете теперь пользоваться услугами сайта GGBet. Ну а пока, знаешь, хотелось бы вот буквально немного сместиться назад. Когда Зайву забрал Бролана, Флюша же вторым номером находился на Банане. И сразу по его движению такой, о, не-не-не, это Зайву. Я пойду сначала что-нибудь там в спине по контролю, потом уже займусь этим молодым человеком. Форс. Форс от Виталити, при этом стак 3b. И такие интересные довольно позиции под стеночкой. Флешка залетела в никуда. Правда, Голден всё нормально. Понялся, ориентировался в ситуации. Килл от него подразмен. Флюша принимает РПК, который сам пошёл в контратаку. Но, наверное, есть понимание, что ещё кто-то на Б может быть. Или даже не один. Такой хороший, чёткий раунд в исполнении команды Фнатик мы сейчас наблюдаем. То есть работа в связках, бомба находилась в яме. Завоевали большинство, подошли уже на порог базе Б. Ну и по факту дело только за малым. Выйти, забрать Месуту, установить бомбу и закрыть второй раунд в свою пользу. Возможно, конечно, какой-то невероятный фактор игрока сейчас включится. И там Месута из Дигла похоронит пачку игроков. Но шанс, конечно, на это не слишком большой. Шокс остаётся вообще-то на втором медле, где-то на балконе стоит. Ну а шведы уже вчетверо отбираются к Б. Есть прострел по Джей Ви Скаута. Инфа по Завоеву имеется. Что, выход толпой? С фрагом. Ну всё, Завоеву из-за этого столба уже никуда не уходит. Дал свой минус, но фраг не решающий. Очень символично, что Завоеву всё равно в такой безвыходной ситуации нашёл именно красного соперника. Именно по нему выстрелил и забрал. Ну и потом, приспокойно, конечно, умер. Что же касается Шокса. 1 в 3. Ну не то чтобы супер безнадёжная ситуация. То есть, если дать волю воображению, представить, что с первого же попадания он бы уработал Кримза, дальше прочёл бы Джей Ви в подсадке на Б1. Ну, теперь это уже не подсадка. Раньше была таковой. Но ничего из этого не произошло. Пока что 2-0. И пока новости для Фнатик вполне приятны. Экономически ожидает Виталити. Атака Фнатик идёт. Посмотрим, всё-таки состоятся три карты или нет. Вчера у нас как-то всё 2-0-2-0 закончилось. Да и сегодня первый матч также завершился 2-0. На этой трансляции, конечно, в пользу команды Spirit. Напоминают нам также Map Pool и итоговый результат карты Dust2. Где победили всё-таки со Скрипом, но победили Виталити. Ну и вот как пойдёт Инферно. По какому сценарию, пока не ясно. 4 ХЕ в защите. Взрывает, как мы видим, банан. Флюша прыгает, уворачивается от дэмэджа и выживает. А кто там не дал ХЕ-шку? Заеву. А, Заеву на центре. А куда, интересно, его граната должна была залететь? Ну, сейчас и посмотрим, наверное. Окей. Эх, не прочёл здесь второго игрока. Вот подходит Заеву. Он, кстати, просто забил на эту ХЕ-шку. То есть пострелял из Дигла. Странно что-то же не попал ни по кому ни разу. И уработали самого Заеву с другой стороны. Ну и по итогу Фнатик, пока что никого не потеряв, заняли базу. Установили бомбу. Голдену бессмысленно, наверное, сейвить свой маг. Пошёл фарм. Здесь, быть может, он не ожидает второго своего соперника. Открытие. Шикарный момент. 8 к 1 идёт Майкель. 8 к 1. 127 АДР. Не будем забывать. Он ингейм-лидер в своём коллективе. Ну и, конечно же, импакт-плеер этого, да и позапрошлого пистолетного раунда. Самое главное, не сбавлять обороты. Точно такой же старт у Голдена был на втором Дасте. После чего половина закончилась отсчётом 12-3 в пользу команды Виталити. Сейчас 8 к 1. Великолепная АДР. Хорошее количество денег на банковском счету. Всё это есть в руках Голдена. Но по ту сторону баррикад. Первый бай. Снайперская винтовка для Заеву, которая будет работать под точкой Б. Кстати, врыв от Апекса. А вот это старина Апекс. Размянулся с другим стариной, с Плюшей. Забавный момент. Вот это атака, вот это врыв, конечно, на банан. Получились таки мало того, что Фнатик двух игроков потеряли. Ещё и Дживи суперкрасный. Выход от Бролана не повлиял вообще ни на что. У РПК было неоспоримое преимущество в своей позиции. И даже непонятно, что теперь Фнатик делает. 2 в 5. Вроде как сейвить ты не будешь. Ну, нужно пытаться тащить. Находить отдельные фраги. И Римс уже на бойлере. Под Аплэнтом Виталити встали в закрытые позиции. Наверное, на Б это делать ни к чему. Всё-таки за его сейвиком вполне может контролить. И на прикрытие у него в случае чего будет находиться Апекс. Так, Дживи. Да, увидел, увидел, конечно, позицию Шокса на Грейвьярде. Но наплевать на это Ришару. Первый же девайс на раунд. Виталити выигрывают суперуверенно, без потерь. Очень увесистый экономический буст получает прямо сейчас Виталити. Также в награду достается им 2 трофейных Калашникова. Ну и вот такой вот раунд на забегание. Раунд на Аркаде, как мы видим, захлебнулся у Фнатик. Вот он повтор Апекс, зашел в дым, туда-сюда пострелял. Там за спиной Флюша уже успел получить. В общем, можно долго пересматривать. Такой нетривиальный, нестандартный раунд. Вот последняя экономика у Фнатик. Что там? Так, трипла игроков Виталити делает. Пошла пушить шорт. Возможно, будет даже поджим. Спойлер от Джей Ви! Отстреливает Апекса. Вот это поворот. И вот это рефлексы. Там Апекс явно, наверное, даже не рассчитывал на физическую возможность подобного фрага. Второй оформляет тем временем Бролан на центре. Урабатывая зайву, падает Айвик. Бролан понимает, что второй его соперник где-то рядом. Флешка от тиммейта. При этом флешка залетает в две пары глаз. Но Шокс просто уходит куда-то к пленту на бойлере. РПК продолжает сидеть. Но его, скорее всего, проверят. Команде Фнатик нужно определиться. Они все-таки на или на Б идут. Бомба в центре. Отличная флешка РПК. Ай-яй-яй, как же не хватило второго убийства. Для РПК, ну и остается только Шокс. На ребрах базу Б сторожит Месута. И именно к Месуте пойдут гости. Ну, кстати, Шокс угадывает. Теоретически этот раунд еще могут выиграть Виталити. Так, тадам. Нет смоков. Вот он. А, вот, все. Окей. А то я посмотрел, да, вроде как его нет, но он летел. В этот момент на Сити. Ой-ой-ой, видел двоих. Вот как-то не хватает второго фрага в этом раунде. Постоянно игрокам Виталити. Шокс. Шокс. А где последний-то? Один в один на банане. Ой, и при этом Шокса может параноить потенциальная возможность того, что Бролан мог бы ливнуть на руины. Но с каждой секунды это, наверное, становится все менее-менее вероятно. Так, Шокс подобрал, по-моему, гранатку. Да, это Молотов. Посматривает теперь на банан. Туда же свой Молотовый отбросит. Бролан этим воспользовался. Отличный подбор. Но какая же феноменальная попытка от Шокса. Это действительно было найс-трайд. Да, и Месута второй минус. Все пошло бы по-другому. Но 4-1. И пока Фнатик удерживает преимущество за собой. Хорошую игру, конечно, они показывают. Не то, чтобы она была плоха от Виталити. Но тут скорее такая игра моментов. Вот как-то на шаг позади постоянно были Виталити. Давали размен, но оставались раз за разом в меньшинстве. Героические усилия от Шокса. Но, конечно, тайминг Молотова сыграл на руку Бролану. По факту, до того, как коктейль сработал, Бролан уже дал свой минус. 4-1. Деньги все еще есть у Виталити. Они не отчаиваются. Фнатик, в принципе, только набирает темп. Я так понимаю, снова у нас активный раунд. Так, Шокс. Вместе с Зайву. Достаточно близко стоят к приеме. Почему так просто открывались? На шорте, кстати, два человека. РПК. Его услуги здесь особенно даже не понадобились. То есть два кила сделал Зайву. Под одну флешку, что ли, выходили? Которая еще не залетела никуда. Так и нет особо гранат. Мы видим, остался один дым. Флюша, Калил. Ситуация-то непростая была для шведов. Видимо, рассчитывали удивить ранним таймингом. Попали в западню. Зайву. Третье убийство в раунде для него. Флюша последний. Важный раунд, конечно, был для Фнатик. Но, как и подметил мой коллега, дефицит гранат сыграл не самую... Сослужил не самую хорошую службу для Фнатик. Но Флюша урабатывает пески. Будет бомба. По-моему, в спину уже Зайву. Или успевает? Ай. Вот из-за того, что Флюша красный, он не установил бомбу. Вот именно поэтому. Потому что Зайву вроде бы не в голову попал. То есть и отделяло установки бомбы где-то полсекунды. Но вот он. Матье. Или Мэтью. Ну, наверное, французский лад Матье, скорее. Да, но это как Ричард Ришард. Канонично, канонично. Французов по-французски. Миху по-польски читаем. Тут все двигается так. Антиглобализацию. Как это? Джеспер Еспер, да? Еще даже такое есть. Глоки. У Фнатик. Вообще ничего не докупали. Ну, фул эко. 1700, 1400 вообще у Голдена. Тут сложно даже по сусекам направить. На какой-то девайсик. Это не мешает, кстати, Голдену дать свой минус. РПК ответил. РПК. Так, без поддержки тиммейта. Работает. Главное тут. Главное попадать. Попадать. РПК. РПК. ГОД, конечно же. Ну, и при этом нам с таким отрывом жестким, что у него, можно сказать, даже конкурентов не было. Словно говоря. Так, флюша один с МПшкой. Ну, быть может, кто-то сам придет на прицел. Времени еще много. Бомбу поставить все равно вряд ли кто-нибудь даст. Это время можно было бы использовать и для обсуждения определенного рода. Но у Апекса все здорово. 4-3. И надо отметить, что оружейные раунды у Виталитина и Инферно в защите работают. Это мы видим невооруженным взглядом. Плохие новости для шведов заключаются в том, что они, выигрывая вот эту стартовую серию раундов, оставались в ситуациях один в один. Вот так же разыгровка от Шекса и Бролана. Это ударило по гранатам. Это заставило Фнатик вообще фулл эко только что играть в атаке. И сейчас мы видим у них один калаш ЦЗшки. GGBAT дает больше двух на Виталите 1.65 на команду Фнатик. Хотя дистанция, конечно, всего одного раунда. Да и то эту дистанцию сейчас французы, скорее всего, наверстают. Пока все к этому идет. Да и свою экономику в порядок приведут. Единственное, что, конечно, потеря РПК и Шокса заставила их тратить все деньги. Наверное, сейчас довольно важно будет игрокам Виталите не погибать. Ну, там хотя бы 4 оружия сохранить. Какая шикарная работа по гранатам. Дальше нужно пройти подсадку. Из подсадки нет фрага. Ну и, конечно, только Шок сквозь смоки своим убийством спасает положение. РПК ловит Флюшу, который не успел найти безопасную точку на банане. При этом мы обращаем внимание на ХП Кримса и Голдена и осознаем, что потенциал на ретейк у Виталити намного лучше. У Зайву полный пул гранат. Он уже отбросил дым. Готовит коктейль Молотова. Возможно, кстати, прогонит дефолт. Да, Кримс уходит из-за ящиков. Становится за колонну. Его уже находит РПК. Позиция Голдена проверяется. Ну и последний падает Бролан. Идеальное выбивание. При этом Бролан стоял в смоке. Мне показалось, даже не палился. Тут прилетает хед из Авика. Ну надо же. Это ведь Зайву. 4-4. Ну и пока... Вот все равно я смотрю на Джи Ви 3-400. То есть команда Фнатик делала 2 эко. Получается так, да? Ну один раунд с Глаками вообще. И вот прошлый раунд там, ну, был вроде калашки, какие-то ЦЗшки. Такой вот непонятный байк. Там, наверное, Джи Ви как раз одного и отыгрывал. Ну а пока что не могу не спросить у замечательного нашего чата. Отвечаю, а вы-то сами за кого болеете? Болеете вы там за победу Виталити? Фнатик или просто хотели бы посмотреть третью карту? Может быть за что-то еще? Все-таки очень равное положение у нас коллективов, как и отмечал стол аналитики, по 6 очков в группе. Конечно, принципиально сейчас закрепиться в турнирной таблице. Все-таки чемпионат максимально ответственный. Тем временем драка на банане выигрывается командой Фнатик. В частности, Флюша делает тут всю работу. Крим забрал РПК. Ну и недолго музыка играла. Французы вперед так и не вышли по счету. Остается Зайву. Может даже уже сейвить идти. Или что тут? Какой-то коварный план разработал. Но в чем он заключается? Тут, наверное, мы уже судить не беремся, что Зайву в голове. Его тиммейты постоянно отмечают, что у этого парня свое видение КСа. Свой какой-то несусветный уровень. Соответственно, мы просто будем следить за тем, что же тут Зайву предложит Натя. Хотя в целом раунд очень стремительным получился. Вот тебе и план. Я просто буду сидеть в библее и ждать, пока соперник пропушит в дым. Четыре в одного. Ну ладно. Это такой, знаешь, активный сейв от Зайву получается. Дал свой минус. Понимает, что как минимум один оппонент может обходить в спину. Тылы на самом деле горят. Но Джейви или читает. Но не ясно насчет церкви. Посмотрит ли туда Зайву. Возвращается, как мы видим, ближе к арке. Бомба все еще не взорвана. Да, только Джейви может его убить. И то Зайву мы видим уже за углом. В общем, АВП сохранил. Деньги на закупы Виталити все еще будут. Счет 4-5. Ну и повтор момента. Просто врыв. При этом не было флеш-ассиста. Возможно, под свою флешку. Ну, Флюша часто так довольно делает. Потому что один из игроков точно был в лайнде. Второй отворачивался. Но наверняка как раз таки от светошумовой гранаты. Ну, пока в плане статистики. Конечно, у Фнати выделяется гол. Правда, только на 3 фрага он опережает Флюшу. Но разительный контраст к Зайву и остальных своих тиммейтов. Поджим центра. От Дапикса. При этом этот поджим могут и не вскрыть. Упс. Он, наверное, открывался под флешку тиммейт. Но здесь поджим параллельным курсом и ковров. Кримс, правда, не позволяет РПК ливнуть из ковров и закрепить большинство за своей командой. Кримс читает Шокса в спине. Какой жесткий Фредди. Он натопал, дал флешку, сделал вид, что уже на точке А. На пустой точке А. Но на самом деле был на шаг впереди. Развернулся и убил поджим спины. Красава. Красава. Тот самый Фредди Йоханссон. Делает ветер. Ну, кстати, Фнатик-то в итоге никуда не вышли. То есть остались так на своей половине карты. Шансы не нулевые все еще. Французов за его может даже рискнуть. Укрепить Б, в случае чего там же и засейвить. И они... Снова, кстати, угадаю. Был уже раунд, когда Виталити укрепляли Б, и туда же шли Фнатик. Да. Но при ситуации 2 в 4, правда, такое условное укрепление. Он там Шокс по итогу остался 1 на 1 против Бролана. Сейчас. Здесь вообще зайву и Мисута. Эдаке молодое звено. Правда, теперь уже дым есть. Но, наверное, зайву будет рваться в него. Опс. Мисута на прикрытии. Очень много внимания на себя отлег зайву. Мисута еще и второе убийство оформил. Теперь 1 в 1. Что ж. Лучший игрок мира против одного из наиболее стабильных игроков. Наиболее опытных. Так. Ну, тут по Кримзу попадание уже есть. 39% здоровья. Открытие. Не-не-не. Тут что-то Кримз переволновал. Соскользнул с бортика. На самом деле, казалось, если он все-таки на текстуре останется, то еще повоюет против зайву. Но начал уже падать вниз на момент выхода от снайпера. Команда Виталити. Мы, кстати, обсуждали, что на дасте как-то не выделялись особо снайпера. А вот здесь зайву прям набивает фраги, делает ураган. Как бы странно это не звучало. На карте The Inferno. На намного более закрытой, компактной карте, нежели Das 2. Правда, за его прекрасно себя чувствует. Но, наверное, в этом, скажем, не очень много сюрпризов. Потому что Виталити, они где-то собрали свой первоначальный стак, который не сильно отличался от текущего. Ну, на два игрока отличался. Где-то во второй половине 2018 года. И вот за этот полугодовой отрезок Виталити имели 100% винрейт на Inferno. То есть эту карту они играли, скажем так, исторически. Потом в какой-то момент подотпустили, но Inferno сложно стабильно иметь в своей карте. Другое дело, что, опять же, возвращаясь к исторической составляющей, 100% винрейт на тот момент, когда Виталити только собрали свой стак. А RPK за его и Apex там были с самого начала. Ну, и тут, наверное, нас больше зайву как раз интересует. Потому что он еще в тот момент являлся основным бомбардиром коллектива. Ну, и вот, как мы видим, на этой карте продолжает выделяться именно зайву. По трихаешке занимает Fnatic Banan. Удивительная ситуация, но у Виталити даже не было намека на борьбу. То есть никто изначально эту позицию не контролил. Ну, и выход на двух опорников. Голден залетел. Убил просто каким-то чудом. Это, знаете, как у Марадоны когда-то был такой мем «Рука Бога». Вот сейчас что-то такое получилось. Ну, как? Ну, казалось бы, как? Ну, чисто спиной убил пацана. Что-то такое. Забавно, что уже не в первый раз Виталити делает эту комбину, и она никак не может сработать. Что-то эта подсадка как-то сегодня не приносит желаемых результатов. Ребята на А немного грустят. Не дали им поработать, не дали им показать свой скилл. В этом раунде... Слушай, там каска была. По-моему, каски не было, наверное. Слишком быстро он умер. Как-то да. Особенно от Макота. Я думаю, покажут нам повтор в каком-то фантастическом замедлении, скорее всего. Чтобы разглядеть все мельчайшие детали этого убийства. Ну, фаст Б. Пока у Фнатик сработал. Но нельзя, конечно, сказать, что... Ну, пока счет 6-5 за атаку. Это прям супер хороший результат. Смотрим за Голденом. Ну да, один килл. Но зато какой. То есть, если мы смотрим на сухую статистику, ну, вроде ничего особенного. А если мы потом посмотрим на повтор, хотя бы странно, что нам его не показали. Ну, потому что момент сам по себе как бы супер жесткий. То есть, один килл иногда стоит там минус три, знаешь, в раунде. Минус три хайлайта какой-то обыденный. А тут разворот, но... Но нет и суда нет, как говорится. В нашей памяти остается этот фраг. Первая половина не в пример. Второму дасту, мы видим, идет в притирку. Борьба за каждый виртуальный пиксель. Да и Инферно у нас в самом разгаре. Снова, кстати, Фнатик заходит на банан безнаказанно. Возможно, даже много пространства, слишком много дают Виталити пространство шведам в последних раундах. Причем экономика заканчивается у Виталити. И в этом раунде их могут наказать. Снова укрепление ковров. Они уже делали эту комбину, но никто не ходит. Проблема этого укрепления, что никто к ним пока в гости так и не пришел. Это, наверное, охота на Кримза. Шокс. И близко не пропустили. Там на самом деле и Апекс был со стороны Сити, и Шокс на приеме. В общем, на длине к убийству игрока Фнатика или даже нескольких все у Виталити было готово. Окей, преимущества есть. Как мы понимаем, для Фнатика это проблема, но потенциально не слишком серьезная. Что же шведы будут делать дальше? Как выпутываться из этой ситуации? Остается мы видим Флюша напрягать базу Б. При этом там уже два игрока. Нам вряд ли Виталити третьего будут стягивать без особых причин. А то у Флюши нет гранат. То есть остается только топать, стрелять. Ну и возможно даже вот просто отступать. Пытаться уже вчетвером вскрыть А. На выход есть две флешки граната. Дым проброшенный в точку вообще не мешает здесь команде Виталити на самом-то деле. Без ковров. Такой мрачный выход. Ой, как у Шокса залетело. Дальше РПК. Видит каску. Кримза. Но все равно ситуация 2 в 2. И казалось бы, сколь хороши бы ни были позиции Виталити, сколь не была бы хороша их ситуация, все равно ситуация по итогу, уж простите за тавтологию, равная. После установки бомбы у Фнатика есть даже преимущество. При этом преимущество весомое. Знают про Апекса. Мисута идет ровно с той же позиции на ретейк. Римс максимально уверенность стал на ящик, дал минус. Ну и Мисута против двоих. Римс не меняет позицию и отлетает, оставляя при этом 9% Мисуту. Да, и при этом Мисуту самого против Флюша даже хэд не спасает, потому что Флюша для этого не ваншотный. Мисута при этом не считает позицию Робина. 7-5, как и отметил Федор. Денег у Виталити не будет. Соответственно, первая половина Фнатик будет уходить уже. Скорее всего, сейчас Мистер Кримс, герой раунда. На приемку-то у Виталити все было достаточно неплохо. Плюс ранний энтрифраг они-то нашли. Тоже поточкая. И из всех этих историй Фнатик с гордо поднятой головой выпутались. Такой показательный получился раунд на укрепленную точку А с минимумом гранат. Вышли, убили. Остались выгодны для себя ситуации шведы. И, что самое главное, подорвали экономику. Там у нас рубка еретиков Астралис. Еретики вообще какие-то монстры. На этом турнире, наверное, подходили в качестве аутсайдера. Но вот до начала сегодняшнего европейского этапа они возглавляли таблицу. То есть эти ребята могут делать ветер. Да, и сейчас еще 10-12 с Астралис идут. Да, у Астралис, конечно, преимущество в два раунда, но это же еретики. Какие 12-10, камон. Жестко. Когда давали инвайты, что-то знали, видимо, про эту команду. Бролан тем временем дает первый минус. Ну, тут, очевидно, раунд без экономики. Просто пистолеты без арморов. Хотя вот пока эко, хотелось бы бросить немного исторического контекста. Как раз в параллельно идущий матч в одном из сезонов ЕЦС. По-моему, седьмой, но не берусь судить, Астралис шли в группе, в онлайне вообще без поражений. Им оставался один последний матч отыграть против французов 3D Max. Ну и, по-моему, вот некоторые из игроков-геретиков как раз тогда в 3D Max играли. И что бы вы думали, единственное поражение от этих французов 3D Max на карте Dust2 получили Астралис. Вот так вот, видимо, что-то знают про этих датчан. Как-то к ним находят подход, но там все-таки 12-10. Датчане все еще, возможно, выиграют. Причем с хорошим счетом. Эту карту, все это, конечно, доступно на параллельных трансляциях. Добавляйте циферку 2 и циферку 3 в названии плеера. И смотрите, мультистрим также. Выход на ребра. Зайву всех пропустила. Вот JV убил. Зайву. Лучший игрок прошлого года, дамы и господа, стоя на углу с коктейлем Молотова за спиной, делает трипл-килл. Закрыто, говорит, на базе А. Квадрокилл. Ай-яй-яй. Руинит этот. Эйс. Эйс морали, наверное, можно так было бы назвать. Хотя за его уже все равно. Это далеко не первый эйс был бы для него. И Бролан 1 в 3. Ладно, недооценивать Людвига не стоит. Тем более, если вдруг его пропустят на сити. Он расстреляет в спину, например, Мисуту под Б, потому что Б без прикрытия. Но, не, Бролан немного перемудрил сам себя. Открылся спиной к библиотеке. Чем Апекс и воспользовался. 8-6. Ну, конечно же, герой раунда. Тут импакт-плеер. 100% Зайву. Очень такой нетривиальный момент. Потому что до того, как Зайву убил JV, два человека пробежали мимо него. Пробежали на ребра. И JV выходил там чуть ли не последним в этом звене. Но сложились обстоятельства очень удачно. И как раз-таки такой последний пик Зайву подарил ему кучу фрагов. Последний раунд половины. JV с Авиком пошел вскрывать Б. Там, кстати, три человека у Виталити сейчас. О! Хаешка антибумыч. Ну, оп, JV подгорел. Это прекрасно Апекс слышал. Под флешку своего тиммейта он ливнул вроде бы в плент обратно. Так и встал под стенки по итогу. Еще одна флешка. Апекс. Не, не поймал. Все-таки здесь JV уже на опыте просто отошел. Голден его прикрыл. При этом Голден сейчас сам пытается, наверное, найти возможность Апекса забрать. Но прямо перед его лицом отбрасывают дым. Так что пока лезть на рожон Фнатик не следует. Создают имидж выхода на Б прямо сейчас Фнатик. При этом бомба у них находится в яме. И гранаты они особо не вкладывали. Обратите внимание, все пять дымовых гранат до сих пор не потрачены шведами. Тут еще фейк. А то и дабл фейк возможен. Интересный стак сейчас на мидле. То есть ближние позиции. Потому что стак 3Б отыгрывали Виталити. Итак, гранат отброшен на занятие. Центра не было. Легчайшие, легчайшие киллы дают игроки Виталити под Аплентом. Хотя затем следует один фраг под Б. Была атака, мне так полагают, Мисуты, потому что он опорник Б. Дальше отдается РПК на коврах. Преимущество как не бывало. Ну что, на Б все-таки закрыто оказывается. Шокс, потратив коктейль молотого и дым, прогоняет отсюда игроков атаки. 25 секунд. Фнатик. Все-таки на Б нужно идти. Да, они еще и фейканули. Длина, дали дым плюс флешку. Ну что, Шокс. Нужно забрать двоих. Ну или выиграть достаточное количество времени. 10 секунд. Вы видели вообще Шокс на гробах? Только сейчас заметили. Фраг от Флюши. Ну вот и старый добрый Фнатик. На последних секундах ставим бомбу. У нас все здорово. Сейвить, конечно, быстро никакого не имеет. Зайву. Один в три. Все. Фнатик разбежались по дальним углам. Никто не подставляется. Зайву. На чхате на эту. Прострел на Б3. Здрасте, до свидания. Вскрыл Джейви. Врыв туда. Но благо Джаспер все еще достаточно молод, чтобы подобное брать. Так что 9-6. Три раунда преимущества у Фнатик есть. Но после прострела на Б3 в клатч от Зайву можно было и поверить. Там реально не стопроцентная ситуация была с Джейви. То есть его можно было забирать один в один, уже вы сами понимаете. Двигался, конечно, мастерским Зайву, но и Джейви. Нилы Камшит. Отличный уровень. Показал нам в этом моменте именно игрок команды Фнатик. Ну, итоговая статистика. У нас 9-6. Получается пока что нарезка лучших моментов. Очень много фрагов от Зайву. Флюша также, мы видим, тут находил экшен. Ну, в целом, половина получилась боевой. Никакого разгрома, никаких там счетов 12-3, как это было на предыдущей карте. И близко нет. Ну и, конечно, будем надеяться на продолжение столь контактной борьбы уже и на смене сторон. А, возможно, все-таки на третью карту. Как знать. Да, но наши аналитики подмечали, что все три карты, за которыми мы сегодня наблюдаем, или будем еще наблюдать, если третья, конечно же, понадобится более преимущественной для Фнатика. Особенно, наверное, это касается Миража. Соответственно, лучше бы Виталити закончить все на Инферно. Как минимум, защита у них была. Понимание карты неплохое. Так что через где-то минуты полторы мы узнаем, сумеют ли Виталити показать свою безукоризненную, безошибочную атаку. Мы пока что уходим на перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, друзья, подсчет Манула в чате можно считать законченным. Пауза была действительно непродолжительная, и мы уже готовы к просмотру второй половины. Карты Инферно. Баталия Фнатик и Виталити в самом разгаре. И мы рады вас, конечно же, приветствовать. Прямо сейчас мы узнаем ответ на вопрос, понадобится ли третья карта DimaTorzok Пока стоит обратить внимание. Ну, конечно же, на счет 9-6. Фнатик три раунда впереди. Зайву вне конкуренции. Вообще на сервере у него 20 на 8 статистика. 123 АДР. Ближайший преследователь к нему. Голден, Кримс и Флюша. У них по 12 фрагов. Но достаточно интересно, что, несмотря на наличие такого бомбардира, у Виталити в целом намного менее стабильная ситуация по фрагам, нежели у Фнатик. Ну, и, наверное, этим обусловлено тот факт, что Фнатик пока впереди. Коэффициенты от наших друзей сайта GGBet. 1.65 на Фнатик, 2.16 на Виталити. Не то чтобы разрыв суперсерьезный, но счет тоже конкурентный. Давайте посмотрим, что приготовили Виталити в этой пистолетке. Мы видим Зайву. Набрасывает супердальний дым с ямы, который залетает, как мы видим, на КТ. А Апекс, ну, как бы НТ. НТ, но Голден тут посчитал. Затылки, четкие два хэдшота. Французы в жестком меньшинстве, но не отчаиваются. Продолжает второй волной выходить. Мы видим нападение на базу Б. Голден красный, Голден мертвый. А как так? 3 в 3. GV в смоке. Дым рассеивается. Однако Шокс его законтролил. 3 в 2. Вот это повороты. Кримзу даже открыться не дали. То есть как с куста. Ему попали по каске каким-то прострелом на минус 99. Ну и затем РПК его добил. ОМГ. Фнатик, вот это, конечно, заливочка. И с другой стороны шикарная работа от Виталити. Номинальное меньшинство их нисколько не смутило. Бролана здесь должны просто разрывать. А вот, собственно говоря, и седьмой. Любопытно сделают ли сейчас Форс игроки шведской команды. Но пистолетка впечатляющая. И от Голдена, который, наверное, подтверждает свой статус. Очень хорошего пистолетчика. Ну и с другой стороны французы. Которые в этом аспекте всегда были хороши. 3 в 5 залетели. Как торнадо на эту базу Б сейчас Виталити. Наконец-то вообще взяли пистолетку. Сегодня как-то у Виталити именно с пистолетными раундами возникали серьезные трудности. Но вот сейчас на второй карте, да и во второй половине. Тем более это было важно. Форсиар все-таки Фнатик. Много гранат. Интересно, вот будут тратить гранаты или Папридер. Весь этот арсенал. Пока, наверное, тратить некуда. То есть за Банан Фнатик не сражались. Тут через крышу ответная ХАЕшка залетела на Б1. Правильно, это же от французов на Б1 залетела сейчас ХАЕшка. Голдена на минус 47. Так и есть. Интересный момент. Если не сказать большего. Но по-прежнему 5 в 5. Люша готовит дым. Не хочется его отбрасывать сразу. Каждая секунда здесь будет на счету. Но после дыма носить, конечно, Фнатик отправляет свой. Который абсолютно никак Виталити не смущает. Кримс, Кримс! Посчитал двоих, посчитал троих. Размен все еще неплохой. На самом-то деле Виталити смещается максимально быстро в базу А. Где только лишь один Бролан. Так что Кримс, спас ли раунд этими фрагами? Или все-таки Виталити закроют? Ну, пока позиция Бролана кажется довольно имбовой. И он оформляет свой минус. Размен от Шокса. Один в два. Однако у его соперников есть и Галил, МАК-10. Присутствует какой-то дым. Единственное, что китов нет. Это, наверное, заставит Фнатик действовать несколько побыстрее. Кладется дым на шорт. И Джей Ви вообще начихает на это. Он просто размонтил Шокса. Вот вам и форс-раунд, вот МКУШ-Б, ну и вот старый добрый кибербуллинг. Такое глумление над трупом соперника. Десяточка для Фнатик. Шокс так академично действовал. Дал дым на малый. Подобрал второй дым. Дал дым на шорт. Поставил бомбу. Слышал топот на ребрах. Все сделал красиво. Но заходит Джей Ви, запрыгивает на эти стоги сена и просто перестреливает из МАК-10 калаш. Кто бы мог подумать, кто бы мог в это поверить. Опять-таки, фирменная сигнатурная стилистика команды Фнатик. Ну, Виталити, нет же опции сейчас закупиться, правильно? Был один калаш. Характер, характер есть. Вот два калаша на дропах. Арморчики, стоим на респауне. Думаем. Ну, ладно. Наверное, от Апекса в последнюю секунду залетел колл. Может быть, даже не от него. Насколько я знаю, сейчас как раз Апекс занимается ингейм-лидерством. По крайней мере, последняя информация была такова. Ну, ладно. Два калаша и диглс... Ну, и три диглс. Арморами. Арморы, правда, не у всех. Понятное дело, Байфнатик выглядит пока более многообещающим. Голден прыжками проверяет. Ну, Фнатик еще не знает, что там очень коварный план. Плюс, как мы видим, еще на острие этой атаки идет именно РПК с диглом. И только за его спиной два калаша. Стопище дым. Побегут. Есть, конечно, ответная раскидка. Показали калашик. Теперь, я думаю, Фнатик довольно сильно нервничает. С МБшкой тут особо, наверное, воевать не будет, Флюша. Так, прострел. Вот, за его на гробы. Джей Ви смещается на Б. Наверное, будет рокироваться с Флюшей. Все-таки более полновесное оружие у Джей Ви. Может быть, даже стакнутся втроем. Виталити этот момент читают. Вплотную подходят к ребрам. Обратите внимание, даже не раскидываются. То есть, они не палят свое занятие центра карты. Залетает Молтон, скорее всего, по таймингу. Вот теперь дым, а вот теперь можно и сплитовать базу А. Кримс действует в отрыве от тиммейта. Дает только один минус. Джей Ви шьет на удачу, но мимо кассы. Бролана находят. Да, причем довольно бескомпромиссно. Шокс дропнул и просто с первой пули забрал. Хороший такой тактический раунд тут Виталити. Шифтом прошли в упор к базе А. Залетели. Молнееносно. Да, и надо сказать, что сейчас шансов у Фнатики, если только найдут ранний фраг, не очень много. А денег тоже нет. Правда, Джей Ви. Вот у него на Инферно начинает залетать за Иву. За бочкой на шорте. А второй-то где? Отвил прицел же. Классно. Как же долго открывался Голден. Все, можно уходить. 19 хп, позиция известна. Пойдет тащить, что ли? Или за Калашом просто хочет как-то дотянуться. Стреляться с ним никто не стал. Там уже обходил, на самом-то деле, Шокс. Вот номер 5 на радаре. Практически подловил Голдена. Там как будто не до конца договорились. Фнатик. То есть выпрыгивает первый, кто этот Джей Ви был. Он долетел до козырька, уже приземлился. По нему там 15 пуль выстрелили. А Голден так и не вышел на размен. Дерзкое выражение лица Мисуты. Импакт плеера. Ну и, наверное, такую мимику он может себе позволить. Пока статистика Голда на 15, на 14. 22 на 10 идет за его. Вот единственный, кто откровенно выпадает, конечно, на сервере, это Апекс. 4 убийства за 18 раундов. Это не дела. Даже если ты ингейм-лидер. Ну, наверное, уже прошли те времена, когда это реально решает. Бай в ноль. Возможности для Виталити выйти на равнозначный счет. 10-10. Кайф. А вот и пятый фраг. Хотя справедливости ради отметим, у Апекса там 6 асистов. Он не добивает, конечно, но урон вносит. Ну и на втором Дасте довольно долго включался Апекс. Все-таки у него, наверное, такая родная стихия. Это именно атака, какие-то антрикиллы. Так что во второй половине Инферно ждем от него хорошего выступления. Тем временем рассыпается там уже последняя надежда Фнатик. Остаются Кримс Голден. Ну что? Форс на форс. На форс не получился. А вот хэдшот получился еще и как. Зайва, правда, здесь в фулл контроле. Мне казалось, что собирается Кримс дотянуться до выбитого оружия. Здесь Голден. Все, уходит. Его отход, кстати, прекрасно Шок слышал. На топали откровенно. Действительно, Шокс и Голден в этом моменте. Шокс при фаером работал, но Голден перестреливает каким-то чудом. Да здесь даже не то, что чудо. Я бы сказал, что у Голдена даже преимущество именно в инициативе было. Имею в виду, что Шокс сел зажимать куда-нибудь. И сложно было перевестись. Голден точно знал, куда стрелять. А Шокс лишь примерно понимал. Ну и плюс ко всему 5-7, ближняя дистанция. Я бы сказал, что как раз здесь у Голдена преимущество и было. Тут Шокс скорее ввязался в такую авантюру. Попростреливал с Маки. В итоге потерял калаш. Отличная работа вот за его. Тут Крим же вообще с гранатой в руках, я так понимаю, выбегал. Ну, раунд, конечно, был уже потерян к этому моменту командой Фнатик. Один килл, сто демеджа. Отмечаем это. Выступление РПК. Ну и видим два Мак-10. Так, так, так. Какой-то взрывной раунд с попыткой нафармить будет командой Виталити. По Фнатик, у которых, помним, удается сохранить только один калаш. Да, у Голдена остальные на пистолетах без арморов. Так что Мак-10 хорошее решение. Итак, проход неправда по коврам. Здесь JV, у него 5-7. О, нет. Несмотря даже на флешку, которую Шокс отбросил, все получилось максимально здорово. Нож! НТ, НТ. Я видел там некоторые зрители в чате, реально, писали, когда я спросил, за кого болеть, я говорю, за нож болею, за второй нож, на Инферно. Хотя, вроде как писали, что коэффициенты примерно, ну там, 3,5 на нож в матче Фнатик. То есть это там ни 7, ни 15. Это уже не выглядит таким маловероятным. Именно если шведы, если Фнатик играют свой матч. Ну, все-таки есть определенная статистика. Ну, и если у команды так выделяется этот параметр, то давать слишком завышенный коэффициент было бы, наверное, странно. Но вот, тем не менее, на том же Дасте нож уже был. Так что, если вы ставили на нож в серии Бестов 3 или на первой карте, то уже хорошо, уже можно расслабиться. Но пока 10-10, командам расслабляться ни в коем случае нельзя. В целом Фнатик, ну, выглядит вроде бы бодренько. Но этот раунд может стать ключевым. То есть или они сливают, потом дальше Эко. 12-10 в пользу Виталити. Шведы уже вторым номером играют. Или ответная ситуация. Да, но я бы не сказал, что 12-10 это прям такой определяющий счет. Ну да, два раунда преимущества. Но именно к этому моменту у Фнатик будет хорошая закупка, лучше, нежели сейчас. Так, ну здесь займу. Урабатывают сразу, следом хэд от Кримза. Прекрасный стаг на длине. 3 в 1, размен, который Фнатик полностью устраивает. Голден на B. Бомба потеряна, опять же, на DL. И вот что делать? Что делать дальше Апексу и РПК? Ну, РПК попытается забрать Голдена. Если Апекс найдет свой минус, он боком сидит. Что там, не заметил, Бролон? Ладно, наказан. Так, если... И вот 2 в 2. Все, пожалуйста, по фрагу сделали. Апекс прячется на Грейвьярде. Позиция очень хорошая. Спрей, минус, подживи. И почему-то не дождался тиммейт. Очень хотел сработать на кураже. Но теперь ситуация РПК куда сложнее, нежели была бы 1 в 2. На самом-то деле, потому что ему приходится играть против мегамозга Флюша, который уже уходит на B. А бомба-то на земле. То есть Флюша прямо на 2 шага вперед пытается обыграть. Да. Но здесь просто не очень вероятно, что РПК на А пойдет. Если только он прочтет Флюшу, что типа я играю против Флюши, он, наверное, на B. Так-так и есть. РПК сейчас поставит дефолт. Но Флюша, конечно... Тут вопрос, услышит ли РПК. Но Флюша шифтом вообще с начала медла идет. 10 секунд. РПК не успевает весь план проверить. Да, ставит на морозе. Флюша слышит. Ну, Флюша 301 хп. На самом деле, тут шальной выстрел с калаша может его похоронить. С одной стороны, да. С другой, РПК тоже ваншотный для попадания в голову из АМК. Момент истины. РПК очень хорошую позицию занимает. И, видя Флюша, забирает его без вариантов. 11-10, раунд 2. В 4. В 2-4. Ну вот, мы отмечали Апекса, и вот нам его же показывают. Главное, вовремя включиться. В атаке Апекс себя чувствует, как рыба в воде. Кримс вот раз за разом. Отличные серии. Там 2-3 фрага. Но где-то чего-то Фнатик в окончании раундов иногда не хватает. То есть вот на старте Кримс проперся. У него 20 на 15, кстати, стата. А вот доработать тиммейту уже не в состоянии. Итак. Следующий раунд у команды Фнатик будет, конечно, уже с хорошей закупкой. Достаточно плотную серию они отдали. Да и сейчас ХАЕшки на банан отправлены довольно результативные. Минус 38 у Апекса. Минус 42 у РПК. Не будем забывать, у Фнатик 2 армора. То есть это можно считать в каком-то смысле форсом. В классическом смысле. Очень классные ХАЕшки. Обратите внимание, импакт просто феноменальный. Там больше сотни ХП. Именно одними гранатами сняли сейчас Фнатик. Получают, правда, конечно, ответ прострелы от Апекса. Но, можно сказать, огрызнулись французы. Последняя ХАЕшка тоже наносит урон. 22% здоровья у РПК. Как-то доминирует пока Фнатик. Еще и дым в центре. Виталити немного обескуражены. Столь активным стартом. Но запас гранат истощился у Фнатик. Поэтому тут уже по таймингу Виталити должны немного выдохнуть. Интересно. Урона внесено много. И, возможно, эта пауза от Виталити обусловлена ожиданием продолжения. Или попытки продолжения. Там вот спится за фраги какие-то. Но инициативы от Фнатик мы не наблюдаем. А вот и попытка продолжения. Голден пошел в соло пик. Не было флешки для его выпускания. За его съед дым и макасы в точке прячется за Б2 игрок. Его не чекают. Оп, мимо. Оп, мимо. Забавная ситуация. Ну, навряд ли бы этот раунд выиграли. Просто так виртуальный фраг сделал. Такой, тап, мимо. Ладно, убью бомбкерри. Итак, снова импакт-плеером. Раунд номер 22 является Зайву. У него вообще 27 на 11. То есть это снайпер. В первой половине очень много настрелял. По-моему, за двадцатку вышел из Авика. Ну, а сейчас снайперскую винтовку берет Джейви. Хотя вот у Еспера как раз-таки с Авиком Инферно далеко не всегда заезжает. Например, если вспомнить ESL Pro League, где дебютный матч они отыгрывали против B.I.G., тогда он за всю карту Инферно настрелял где-то четыре килла. Притом, что в основном он играл реально с АВП. Даже в некоторых следующих Инферно, по ходу того же ESL, ну, того же EPL, он вообще отказывался от Авика. То есть просто на Инферно его не брал. Ну да, там вообще была провальная для него каточка. Такое иногда случается пока что. Хайлайтики показывали нам также битву на Эвертига. Работают комплексити, потеют, стараются. Ну, здесь не менее захватывающая баталия. Виталий Тифнатик. Смотрим, что придумали. Придумали пикнуть мидл. Шведы. Полтора пошел чекать. Но опасны вот эти тайминги, конечно. Там Молотов на крыше, я так понимаю, взорвался. Сквозь него-то пролетел за Иву. Видимо, да. Уцепиться за энтри Джасперу не дали. И РПК снова получает урон гранатами. Правда, в этом раунде Фнатик, по крайней мере, на какое-то время дугу для себя отбили. Хотя нет, Виталий тебя перезанимают. Вполне спокойно там развеивается дым. РПК запускают под флешку. Все, никакого занятия банана. Прочтены Фнатик. Укрепления здесь нет. То есть вроде бы гранат на это занимание потратили много. По факту, вот Виталий сюда зашли все равно, не встретив сопротивления. Позиция Месуты довольно интригующая. Как мы видим, он пол ХП потерял. Но, конечно, нашумел за двоих, наверное, под точкой А. Фнатик, тем не менее, стоят строго по плентам. Двойкой на Б, тройкой на А. Виталити еще не определились. Вот бомба снова на Б вернулась, как мы видим. По гранатам есть один дым, которых уже подготавливает Апекс, чтобы выйти под базу Б как раз-таки. Ну и Зайву на ребрах. Шумит, стреляет. Смогут ли вскрыть двоих опорников? Сейчас увидим. Флюша. Классика жанра. Мы здесь уже не удивляемся. Вот голден свой килл оформить не дали. И учитывая тот факт, что информация по Флюше есть, можно сказать, что Виталити вышли с Плюсом. При этом молниеносно поставили бомбу. Зайву не стал играть флюркерскую роль. Под флешку Апекса тем временем Месута душит Флюш. Не будем забывать, Месута на старте раунда, ну где-то там на старте, да, получил урон на минус 50, а все равно ворвавшись, он сделал килл. 13-10. Сейв. Остается только такой вариант развития событий для Фнатик. Интересно, как там Месута вообще выжил. У него было 29 хп, и он потерял 8. После того, как убил Флюшу, какой-то очень-очень слабенький получился дэмэдж. Как мы видим, фраг, конечно, решающим стал. Для принятия решений со стороны команды Фнатик уходить уже на сейв. Оставшихся девайсов, ну и вот, такой вот уже стрик оформляет, на самом-то деле, Виталити. Три раунда. Нужно французам, чтобы выиграть на этот матч со счетом 2-0. Вот момент, 29 хп у него. Отличнейшая флешка тиммейта. Вот тут как-то сквозь текстурку он еще 8 потерял. Ну, Месута, кстати, вообще... А, нет, на последнем месте Апекс. Причем у него АДР гигантский, а вот фрагов мало. Да, и мы как раз подмечали некоторое время назад, ассистов много. И при этом на тот момент у него было, там, 5, по-моему, ассистов. Да, сейчас уже 7. Это число идет вверх. Спер. Контроль мидла. Пропик ковров. Ну, выстрел сделал, вроде бы пошумел. Но сложно, конечно, предсказать действия от JV. Там же параллельным курсом Флюша с Голденом за спиной довольно активно. Активнее, скажем так, разыгрывают банан. Флешка тиммейта, но сейчас она уже не сработала. Отличный подбор от Флюши. Фраг по РПК. 4-5. Флюша пошел в атаку дальше. Его еще и не забрали. Вот это поворот. Ну, вот не стали зажиматься сейчас Фнатик в точке B. И, как мы видим, результат более чем оправданный. Мы окупились все эти агрессивные мувы от Флюши. Его еще и отпустили назад в точку на 21 хп. Да, просто в прошлом раунде, как раз-таки заняв банан, Фнатик отошли в плент. Их за это наказали. Соответственно, сейчас, ну, наверное, справедливо рассудили Фнатик, почему бы нам не посражаться. Включили скилл. Вот минус Апекс, минус РПК. Виталите дали первую волну раскида на B. Скорее всего, надеются на то, что со второй волной уже удастся выйти. Ну, здесь как бы меньше двух человек не будет. Можно, конечно, если Хаешка, Молотов. Ну, как-то здесь нужно Флюшу убить. Красного. А вот такой вот, вот такой вот дым. Выход на пустой КТ-спаун. Ну что, Бролан готов к такому? Нет. Ну, что-то у Зайву вообще не полетело. 13% здоровья. Еще и Флюша, будучи красным, находит свой килл. Но переводка спрея от Месута уже не сработала. Да, ну, наверное, не такого мы ожидаем. Да и сам Зайву не ожидаю. То есть ты идешь на 27 на 12. Видишь пропрыгивающего соперника. У тебя все хорошо и позиционное преимущество. А стрельба идет куда-то не туда. Ну, хотя, конечно, не этот момент стал определяющим. Все-таки Флюша на дуге вместе с Голденом очень хорошо растащили команду Виталити. Но, правда, денег у самих французов есть на этот. Следующий в случае проигрыша будут. Все, в общем, не так плохо. Фнатик теперь, конечно, поувереннее себя чувствует. В частности, Джей Ви, который тонко прочувствовал, кстати, момент, что нужно отступать. Сделал, конечно, выстрел, но без особых амбиций. Ушел, как мы видим, живым. И это уже неплохо. Там прикольная хаешка залетела под второй мидл. Она внесла урон по сразу трем, а то и четверым игрокам команды Виталити. Скорее всего, через крышу ее отправили. Ну, опять же, вот утверждать наверняка не берусь. Дугу Виталити в свою очередь отжали. Ну и пока в плане пространства, если смотреть, у Виталити вообще все прекрасно. Ребра под контролем, банан под контролем. Фнатик могут только догадываться, что же там французы собираются делать, а французы собираются заходить на B. Реализовывает раунд, который у них получался уже не раз. В общем и целом они как-то зачастили ходить на точку B. Но, возможно, в другом. Да, в другом стиле. Без дыма на КТ. И отличная флешка. Она слепила и Голдена, и Флюшу одновременно. Обратите на это внимание. Они стояли вообще в кардинально разных позициях. Но одна флешка залетела двоим в глаза. Вот это Версута душит. Ничего не скажет. За его отстреливает JV. 14-10. Вот скажи, Федор, согласишься ли ты с тезисом, что в данном матче Виталити пока выглядят бодрее? Так и есть. Причем они именно дожимают, они набирают обороты. Вот если в первой половине там была борьба, во второй здесь уже все активнее и активнее смотрится именно французский коллектив. Вот на Дасте как-то они поплыли на смене сторон. А здесь напротив так душат, 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 душат. И такое впечатление выиграли. Все-таки 2-0. Сложно, конечно, за это ручаться, но прям смотрится их атака хорошенько. Интересно. В прошлом раунде Виталити сделали тимейс. Каждый из игроков сделал, соответственно, по фрагу. И последний бай для Фнатик. Ну и атака Виталити. Ладно, там черт с ней с защиты, но инициативы от Виталити тут более чем достаточно. 28 на 12. Я думаю, что рано или поздно, так или иначе, за его здесь выйдет. За 30-ку пропик с айвиком от Флюшина. Наверное, хороший был респаун. Но его законтрили гранатами. Переводка! Шикарная работа. Но не будем забывать, Флюша в какой-то момент, там несколько лет назад, тут Фнатик был даже основным снайпером. Такой вот был эксперимент. Так что для него подобная роль не навалишь. Только после второго убийства за его находит возможность Робина разменять. Но большинство-то уже у шведов. А Флюша тут сыграл выше всяческих похвал. Второй минус. Вообще там 360. Распрыжка. Прицелился. Приземлился. Сделал просто ветер. За его, конечно, разменялся. Но Виталити... Они просто ходят Б. Вот если Фнатик этот момент прочувствует наконец-то, то можно француза восстанавливать. Потому что раунду в пять, по-моему, на Б уже ходит Виталити. И от этого не отказываются вообще абсолютно никак. За его контролит гробы. Возможно, Кримс под него и подставится. Догорает Молотов. За его в зуме. Итак, парная раскидка. Запираются... Что там? Да, ну да, все правильно. Запираются гробы, запираются Сити. В2. Флешка. Ну, это от Бролана залетело. Отличная хелпа. Отличный саппорт. По-моему, передвигался на шифте. Но вот эта флешка похоронила, можно сказать, раунд. Для Виталити шокс красный. Возможности выиграть его у Ришара. Или у Ричарда нет. Вот все-таки как правильно? Аутентично называть? Или просто как? Надо голосование срочно, я знаю, в Твиттере устроить какое-нибудь. Я думаю, единого мнения, наверное, быть не может. Надо комментаторский конгломерат собрать. Простая как-то... Проголосовать. Вот как только Виталити собрались, там тоже, знаешь, говорю, вот это Мэтью разобрался, и меня просто заунили. Он, Матье, Матье, это же француз. Что ты несешь? Ну, всем не угодить. Это правда. Наверное, единого стандарта. Нет, но Ришар звучит так по-французски. Ришар. Как и Матье. Да, отличные варианты в чате там предлагают, но нет, это ладно, можете зайти сами почитать. Такая вот демократия в действии. Пока что заканчивается у нас фристайм. Команды имели возможность пообщаться друг с другом. Что-нибудь новенькое придумать. Возможно, раунд по да. Наконец-то Виталити сыграют. Ну и два раунда до победы. Французам два раунда отделяет команда друг от друга. Три банан от команды Фнатик. Здесь зайву. Очень много гранат. Тут просто Пагдад устраивают ребята. 2% здоровья у РПК. Он все еще живет. Врыв от Голдена. Минус по красному РПК. Дальше спрей. Все от того же Майкела. Вторая флешка. Зайву на бревнах. И прямо сейчас Голден его забирает. Вот это ретейк дуги. И только Федор сказал, что Фнатик должны прочувствовать этот момент. Ведь раз от раза Виталити избирают закрытую базу. Или по крайней мере раннее занятие Банана для своего отыгрыша. Ну вот Фнатик сделали подобный вывод. Пошли в контратаку сами. И выиграли преимущество в два игрока. В прошлом раунде было то же самое. Те же два фрага. Ну правда от Флюши. Флюша до лоба. А сейчас Голден отличился даблкилом. Забрал Апекса. Вообще как-то без демеджа со стороны команды Виталити проходил этот раунд. Только сейчас Голден хоть немного хп потерял. Но в основном как-то вот сидели 500 хп. И сута видит Голдена. Но это конечно и в обратную сторону работает. Бролан ставит точку в этом раунде. Бролан точнее видит. Суть и дела это не меняет. 14-13. Деньги подходят к своему логичному окончанию банковских. Ячейка команды Виталити. Но это будет все-таки закуп. Такой не самый наверное оптимистичный. С тремя калашами и двумя пистолетами. Но все-таки закуп. Ну может зайву же калаш дропните. Чувак 29 на 14 идет. Камон. Может он вам раунд выиграет. Ну ладно. Это уже такой момент. Вот кстати тоже я все забываю постоянно спросить. У троих игроков как это вообще. Ну то есть решает, не решает. Если у вашего чувака летит. Надо ли ему давать калаш. Или все равно. Ну Николаша вообще. Дывайся. Имею ввиду. Там очень жестко пробрасывают поджимающих дугу игроков Фнатик. Голда на 15% здоровья. У Флюша 33. Некоторый урон получили и Виталити. Но ни в какое сравнение не идет с тем, что получили Фнатик. Вот зачастую проблемы Фнатик начинаются именно когда они не контролят банан. Тем не менее Кримс дым. Нашивает Шаксаза и Вум с девятым тэком. Так Кримс. Прячется в тупик. Слышит эти прострелы. Виталити не отказываются от идеи идти на базу Б. Джей Ви готовит флешку. Под нее полетит Кримс. Дым заканчивается. Флешка двоим в глаза. Четко. Ну как же долго он первого убивал. В любом случае размен плюс. Да. В плюс для команды Фнатик. Красный за Иву. Ну и... А, все. Апекс умер. Вот и калаш. Ну делай с ним зайку что-нибудь. Ты же лучший игрок 2019 года. Давай. Че же нет. Да. А вот и важный раунд. Вот походу и... Как минимум, конечно, допы. Но как максимум. И это, я бы сказал, даже сейчас более по динамике вероятно. 16-14 и третья карта Day Mirage для Фнатик. Ну опять-таки идея с этой закупкой была не то чтобы авантюрной, но рискованной. И Виталити это прекрасно понимали. Вместо того, чтобы вот сейчас, ну точнее в прошлом раунде слить, выходить на 14-14 с хорошей закупкой. Решили брать три калаша. Ни одного из которых у Зайву в руках не было. Ну это довольно важно. Это как, ну я не знаю, если бы Na'Vi там с тремя калашами играли, а Simple набегал бы стэком. Ну это просто странно выглядит. Может быть и логично с точки зрения команды, но со зрительской довольно необычно. Хороший тайминг и временем, да, заканчивается плохим выходом. Сдавили Кримс и JV здесь Месуту и Апекс, а Плюша, ну без особого напряжения, наводится на РПК. Так уже не отдает Авик, можно сказать, JV, просто отыгрывая СВП на базе Беза. Его последний бежит просто вперед на верную смерть. И вот такой вот камбэк со стороны Фнатик под концовочку карты Инферно. Мы с вами наблюдаем. Один-единственный маппоинт для них есть. Третий тайм-аут для Виталити. Смотрим за Флюшей. Кстати, надо отметить, что второй Авик на Банане явно заезжает. То есть это и по текущему раунду было видно, и по некоторым предыдущим. Это был вообще единственный Авик. На самом деле JV только сейчас покупает вторую снайперскую винтовку. Флюша как бы вот как купил тогда АВП или подобрал откуда у него, так и с ним играет. Ну почему нет? 24 на 19. Фраги-то идут. Он вообще первый, а нет, второй. Крим за 26. Обманул вас немного. Но может в этом раунде Флюша обгонит. Но Зайву все равно впереди на сервере. Так что тут уже у кого бы Фнатик там не было больше фрагов, до Зайву пока не добраться. Ну, кстати, забавно. Раундов 5 назад он, наверное, говорил. Ну, до 30-ки Зайву точно дойдет. А вот раунды идут, а все еще 29. Все еще как-то вот до 30-ки не дострелял. Ну вот сейчас и выйдет последний раунд. Мои шансы все еще не плохие. Зайву в третий или в четвертый раз уже занимаются поджимом полтора на раннем тайминге. Что интересно, выбрасывает свой авик, подбирает калаш, своевременно оставленный на респе. Ага, он просто поднес его поближе. То есть если из авика там фраг какого-то не будет, да даже если и будет, но Фнатик получит быстрый выход на ДЛ, можно будет просто свапнуть девайс. Интересно, что в 30-м раунде стали 1 плюс 4. Хороший минус, но его мало. Да, просто пустой бэплэн. Здравствуйте. В 30-м рискнули, не окупилось. Интересно, чем этот риск обусловлен. Ну, просто обычно, если вы делаете стак 4А, то авик играет поближе к банану. То есть вы сначала занимаете банан, оставляете там АВП. Ну, или даже не АВП, просто игрока на дальний контроль. И по респе перетягиваетесь. Но здесь ставка была Фнатик однозначная и бескомпромиссная. РПК пока что стоит на приемку выхода из руин. Позиция очень хорошая, перспективная. Минус от него, минус от Зайву. Два в ответа Джи Ви, но Кримс красный. Так, бомба довольно давно уже установлена. Нужно пытаться ее дергать. Зайву, ох, как же спрятался! Да, без шансов. Зайву делает даблкил. И это овертаймы. На второй карте все-таки Виталити не сдаются. Но это здорово. Ну вот и 32 на 16. Что там, Федор? Сбылось, сбылось предсказание Константина. Ну, этот момент, конечно, с Флюшей. Он дал минус и даже не пытался уйти. Понимал, что если они зайдут на Б, ретейкнуть будет крайне тяжело. Пытался делать даблкил, но получил размен. Слушай, ну невозможно. Ну, то есть ситуация в том, что 5 в 4... Проще выпить, чем в 4... В 4, как-то так. Ну, ладно, уже не особенно важно. Наверное, я просто хотел найти второе убийство. Так, теперь 4Б вообще на старте играли Фнатик. Только сейчас же ИВ разворачивается в сторону библиотеки. Апекс теряет кучу ХП. Ешка Молотов бежать, спасаться бегством остается. Вот РПК, конечно, подошел в упор. Так, флешка. А как-то Флюша-то и не ослеп получается от этой флешки. Ну да, но Флюша там изначально спрятался, как мне показалось. Хотя интересный момент, что его самого не разменяли с бревен. Бревна, по-моему, были заняты за ИВУ. Но теперь он с бомбой и с оставшимися тиммейтами уходит к А-базе. Серьезная раскидка. Запираются пески. Ну, малые пески, конечно. Запирается длина. Выход через ковры. Молотов. Ролан палит свою позицию. При этом стрелял вообще по одному, попал по второму. Развал кабинета от Шокса. Джей Ви. А он вообще в пленте палился или нет? Ну, теперь уже не важно. Два в два, но с красным Апексом. Два хп, главное не сгореть. В коктейле Молотова. Все делает довольно грамотно Апекс. Есть бомба. Шокс. Релон! Не та же кнопка. Он же видел, видел Кримса. Сгорел Апекс. Да, он сгорел. И теперь... А, инфа по Шоксу тоже есть. Залетает дым прям под нос. Шокс неплохо ориентируется в ситуации. Прячется за гривиардом. Не самая стандартная позиция. Еще и вносит рот по Кримсу. Но вот кила сделать так и не получилось. Флюша, сколько мы от него уже прострелов в смоке сегодня видели? Сколько мы всегда видим от него прострелов в смоке. Мистер Флюша как нельзя вовремя. Подключает свою магию. Там так хотел неожиданно сыграть Шокс. Он уже достал дым, чтобы в него промутиться. Как-то там уже на таймер бомбы сыграть. Но ему не дали этого сделать. Апекс там еще сгорел в Молотове. Релод какой-то начал делать Шокс. Ну, в общем, такие приключения у французов были в этом раунде. Как и не было там смока. Неправда. Наш стол аналитики или там дом аналитики, квартира и этот момент прогнозировала. Ну, в основном они говорили про замесы на банане. Где, как выразился Сист, стенка, которая с одной стороны простреливается. Ну, тут просто Флюша со своим волшебством. Окей, 16-15. Раунд преимущества есть. Но пока само по себе это мало о чем говорит. Скорее даже, учитывая формат МР-3, 10 тысяч. Натик получил необходимый минимум фастраун. Тем временем через ковры на А. В ролл оно не позволили даже заметить, наверное, соперника. Была какая-то флешка. Тем не менее, Месута дает первый минус в этом раунде. Как-то А пустое оказалось. Странная ситуация в плане позиции. Все, 4-2, хотя не сдается Джейвин, но прострел в дым не только умеют игроки. Фнатик делает, зайву разменял. Сейвить, конечно, не обязательно, но Флюша просто уже, наверное, общается с тиммейтами. Думает, как следующий раунд провести, потому что ретейкать с авиком через всю карту задача невыполнимая. Это точно. Ну, и Виталити тоже нет никакого резона это АВП выбивать. Не стоит по точкам, контролит бомбу. Так что каждый... Ну, тут, наверное, конечно, Виталити больше получит выигранный раунд. Если рассматривать в целом динамику второй половины, да и, наверное, первый тоже, то мы можем сделать вывод, что здесь у атаки, конечно, лучше заходит игра. Но удобно немного другая стезя. Правом от Флюши. Успокоиться забирают. 4300. 4000 у GV. 7500, 6900. Ну, нормально, с передропами. Все будет окей. Ага, силуэт Бролана Месута все-таки заметил на секунду до того, как осле. Ну, как-то получилось, что после того, как умер игрок в Больших Песках, все остальные игроки Фнатик с внешней стороны точки А, никого в пленте, никого не было. И 4 человека вокруг база в итоге погибли. Ага, старый добрый JV со своими шотганами в последнем раунде первой половины допов. Ну, кстати, однажды в интервью у него спросили, а что это у тебя с шотганами за такая история. Многие тебя критикуют. Говорят, ну, если вы не умеете с шотганами играть, это же не значит, что я не умею. Правильно, я их нормально использую. У меня фраги делать получается. Почему нет? Вон он в коврах, прожал с Бролана. И вот он добил Апекса. Ну, Апекс дабл уже суперкрасный. Месута моментально разменивается. Кримс. Ну, всех на А запустил. Хоть один минус сделал, и на том спасибо. И тейк 3 в 3. Два коктейля Молотова есть. Также дым на это выбивание. Флюшу бы, конечно, Абек поменять. Но ближайший игрок умер только лишь в центре. У французов, обратите внимание, сколько гранат есть. Дым, два коктейля Молотова. О, как же этот дым сейчас поможет команде Виталити на малых. Может, какую-то подсадку для Авика сделать. Просто стоят за смоком сейчас все игроки Фнатик. Тут еще и Молотов полетел. Прям за дымом у Шокса. Имбовая позиция. Ну да, флешка, но флешка скорее на большие пески залетела. И вот теперь звездный час. Решара Папиона. Все это, кстати, в ассисте с Месутой делается. Лешар подрезает. Но дальше ответка от Зайву. 17-16. Что ж, как первая, как вторая половина, так и первая часть допов заканчиваются доминацией стороны атаки. Продолжится ли эта тенденция? Либо Виталити все-таки поставят точку и выиграют столь важный для себя матч? Мы узнаем. Прямо сейчас, а не после рекламы. Вот так вот получается 35 на 17 у Зайву. По-прежнему за 30-ку у команды Фнатик никто не вышел. Но здесь делаем поправку на то, что у Апекс 11 на 24. Так что можно сказать, Зайву просто отыгрывает его фраги. За себя и за тиммейта работает Зайву. Ну там у Флюша и Кримса по 28. Так что шанс набить 30-ку у команды Фнатик есть. Причем сразу у двоих игроков. Апекс! Так-так-так, 26 кп у Флюша. Апекс, причем продолжает аркадить. Ну его услышали, он вот когда с бревен прыгал. Но тут неважно, 4 в 4. Жейви. Рандомный выстрел не достигает своей цели. Форсируют события шведы. Выходят мидл. РПК. Тиммейт в плейнте аж. Надо отойти как-то. Отойти не дадут. Оп-оп. Как прицелом пощелкали. Шаг в синьё. Так, попадание. По первому. По второму в голову. Но переводки на Кримса не получилось. Однако времени для своих тиммейтов он выторговал изрядно. Только сейчас будет устанавливаться бомба. При этом вплотную к выходу из сити подходят Зайву и Мисута. Хотя как тут выпить? Ну тут еще вопрос. Ну, Джейви, конечно, очень неординарно здесь стал. С пистолетом. На овертаймах. Подожди, его не заметил. Игрок номер 3, что ли? Мисута, ты куда смотрел? А что по глоку Джейви? Что за дичь вообще происходит? Да он резать хотел, он же нож достал. Кримс 1 на 1. Если это будет запулено. Знаешь, кармически это должно быть запулено, но нет. Кримс отлично справляется с ситуацией. 17-17. Мисута же смотрел. Вот очень, очень жаль, на самом деле, что мы вот у наших ребят не можем запросить повтор. Сейчас по факту. Потому что Мисута посмотрел налево. Я специально глянул на радар, куда там был направлен. Он посмотрел налево и вообще никак на Джейви не среагировал. Это такая дичь. Можем прицелом щелкал в этот момент. Ну, надо с глаз Мисуты посмотреть, конечно, обязательно. Но пока 17-17. Раунд все-таки, ну, на тоненького взяли Фнатик. После этого момента все-таки Кримс разобрался. Ситуация 1 на 1. Ну и сейчас у кого-то будет маппоинт. И, возможно, это будут Фнатик. Энтрикилл. И Джейви уходит, кстати, с потерей не такого и большого количества ХП. Хорошая работа от Джеспера. За его здесь же в надежде дать размен. Но пока этот контроль ни на что не влияет. Перестрелка РПК и Бролана тем временем в коврах. Но Бролан, конечно, побольше ХП потерял. Но не будем забывать. Здесь, в принципе, у Фнатик преимущество в одного игрока. Отдается ХЕшка. И добивание от Зайву. Вот это ответ. Просто one-man army сейчас у нас мистер Зайву. На его плечах вся оборона базы Б. Так, тут будут пикать. Мидл, да, с двух сторон. А, нет, в ковры там пошел. РПК. Апекс просто аркадит. А там АВИК, который не попал, как я понимаю. Кримс. Ну, кстати, вновь разменивает Джейви. Вот так на подстраховке работает мистер Кримс. РПК. Ну, была инфа, что там и в каналке сидят, и под ямой сидят. И при этом открылся прямо под каналку. Окей, большинство для Фнатик. 18 раунд, наверное, побольше шансов у них забрать. Соперники в меньшинстве как бы не мобильные. И в случае поражения у Виталити на последний будет очень плохая экономика. Хотя Фнатик, конечно, не спешат. Вот Бролан заходит на точку А. Сейчас даст кол. О том, что она свободна через второй центр, даже через дом. По максимально безопасной траектории бомба будет пронесена на базу А. Шокс вообще не верит. 20 секунд. Все еще боком. Ну, ставки были сделаны на то, что через ковры Фнатик не пойдут. Ну, зайву тут. Отвлекли дымом. Бомба ставится. Сейвить денег-то нет. То есть, в отличие от Фнатик, которые выиграли один из раундов на старте, здесь нужно сейвить 100%. Да, зайву сейчас этим и будет заниматься. За ним, однако, Фнатик уже выехали. Они же тоже все прекрасно понимают. Соответственно, еще, наверное, где-то половина времени, секунд 20 до взрыва бомбы. А Банан уже заперто. Сити уже заперто. И можно было бы поверить зайву, но у него и армора нет. В принципе, он красный. Соответственно, сидит в секрете еще. Супер закрытая, конечно, позиция. Отход. Флюшон слышит, наверное. Бомба взрывается. Последние секунды раунда. И Флюша. Зайву даже не увидел, по-моему, Флюшу в этой ситуации. А вот и 30-й фраг. Красиво. 2 400, 2 650. В общем, деньги, конечно, далеки от идеальных. На банковских счетах команда Виталити. Эмко, Фомас. Что-то здесь нужно придумать. Ну, Хае, наверное, нужно закупать за его Шаксу. По максимуму. На это Дигл. И Эмпэшка, кстати, от Шекса. Без гранат работает. Решар. Ну и поехали. Последний раунд первых овертаймов. Так или иначе, мы с вами сейчас посмотрим. JV. Довольно спокойно чувствует себя на центре карты. Такой стандартный. Дымстаг 3б от Виталити. Но... Фанатик опять-таки в своей атаке. Особенно на Инферно небольшие любители спешить. В принципе, Инферно. Благоволит. Наверное, такой больше размеренному стилю Т-сайда. Распределить силы противника по плантам растянуть, так сказать. В атаке очень удобно медленно играть, если у вас есть контроль банана. Вот вы заняли, а там уже раскачивать, фейковать, ковры перезанимать. Это здорово. И в этом раунде у Фнатик есть такая возможность. Флюша в соло играет на банане. Очень сочная хае, конечно, от французов в центр. Но повлияет ли она на исход матча, пока мы не знаем. Кладется Молотов от атаки на карман дым от защиты. Зайву идет на сближение. Встал в арку. Он просто поменял. То есть был на библе. 4б решили сыграть Виталити. И угадать? Серьезно? Ну, позиции просто супер для приема. На самом-то деле у французов. Попадание. Попадание. Первый, второго. Патрон из... Там был еще один патрон, показывал. Ладно, неважно. Выход на Б начинается. Здесь комбинация треугольник смерти от команды Виталити. Смока нет, флешек нет. Но есть АИ. Кримс, Кримс. Нет, погибает от Шекса. 18 секунд. Бомба на земле. Инфа по Бролуну есть. Ну, здесь уже инфа не решает. Конечно, 5% здоровья. Сейчас должен быть какой-нибудь выстрел от Шокса. Это 18-18. Виталити проигрывают непроигрываемое. Как это по заветам команды Na'Vi. Да, ну и выигрывают вот такое. Не без помощи, конечно. Мочем. 26-27. Статистика Шокса. За Иву. Ну, мой прогноз, что, наверное, 40 он набьет. Ну да, два фрага. На вторых овертаймах, я думаю, где-то найдет. Ну и стоит подметить. Фнати все-таки два человека. Вышли за тридцатку. Ровно 30 у Флюши. 33 у Кримса. 20, 25, 26. Ну, в общем, все. Все хороши. У Брола на 17. У Апекса 13. Есть, как мы видим, и по отстающему игроку в составе каждой команды. Шокс. Небольшая инициатива в центре. Ждет запрыгивающего в окно. Брола, кстати, дождется. Но нет, сам. Сам отошел чуть раньше. Фнатик. Вновь банан занимают. То есть, в принципе, по последним раундам Виталити не сражаются за банан. Дают флешки, хаешки. Но не стреляются. Так, Апекс. Но ему нужно ливать в плент. За ним уже, конечно, выехать не удастся. Может быть, сыграют через подсадку сейчас игроки Виталити на Б. Интересно, что в большинстве предыдущих раундов за его отыгрывал на Б-базе. А сейчас позиция другая. Ну, я имею в виду именно на допах. Сейчас он стоит как раз-таки на АДЛ. Так, ну в этом раунде такая довольно занятная получилась драка на банане. То есть, так с боями Фнатик все-таки проводили этого флюшу. Наставили его. Причем он... Ну, не пытается даже напрягать Б. Просто возвращается к тиммейтам. 40 секунд. Раунд 5 в 5. То есть, тут и гранаты есть, причем у двух команд. И в целом, может произойти абсолютно любой выход от Фнатик. Что фейк на Б. И выход под базу А. Первый, второй дым. А, Дживи даже пикать пошел. Ну, гробы пустые. Не, зайву не верят. Не верят в такие расклады. Вместо того, чтобы оттягиваться третьим на Б, он наоборот пошел проверить, что же там на ребрах происходит. Тайминг шикарный для подобного рода поджима. Хотя РПК сейчас прошли. Шокс прячется в смоках. И получает от Кримза сладкую, ну, ВДВшную плюху. Ставится бомба. Да, конечно, урона Фнатик получили. Но что с этим делать? Что делать с этой информацией? Игрокам Виталити пока большая загадка. Молотов большие пробросить. Попытаться как-то вот в размину, возможно, сыграть. Позиция Шокса была прям классной. Но Кримз сегодня прям набирает обороты. Причем чем дальше, тем жестче отыгрывает. Ретек 3 в 3. Зайву. А вот и минус в полете второго. Ай, нет, Месу-то забрал. Тут уже в углу не было шансов у Флюша. На самом деле, слава богу, что забрал. Потому что зайву... Ну, какова была вероятность, что он, еще не приземливши, сделает этот фраг? Не нулевая. Не нулевая. Тут, да, но принцип практической невозможности, маловероятных событий, как бы, намекает. Вообще, зайву красавчик. Да и, в принципе, зайву и Месу-то сейчас на двоих 5 фрагов оформили. На точку, конечно, заняли. 19-18. Что ж, пока Налити продолжают свою серию взятых раундов. Ну, серия из двух, так скажем. Теперь уже точно денег хватит до конца. Ну да, еще и вот 41 фрагу сделал зайву. Довольно быстро на эту планку пересек. Ждем полтинничка теперь. Юбилей, возможно, состоится на этом Инферно. Ну, а вот Фнатик. Причем довольно показательно, что им отдают банан в каждом раунде. А вот надо как-то этот успех развить. Возможно, Голден попытается развить этот успех. Ну и, возможно, будь вместо зайву кто-то другой на Сити, у Голдена бы это сработало. Но, по факту, зайву сегодня вообще умрел перестрелять. Контратак от Месут. Он получил изрядно урона проспреем в дым. Вот Фнатик. Но не отдался. Не погиб. Это важно. 5 в 4 преимущество удержал. Зайву возвращается на ДЛ, которую до его прихода удерживал Шокс. Вот Джейвид ожидается. Вот если чуть дальше будет двигаться зайву, то, возможно, он умрет. Там просто дикая рубка у Астрали с Иеретиком, я вижу. 9-6. Это вторая карта, судя по всему, у нас. Да. Заходите на CSGO.MC, нижнее подчеркивание, RU2. После этого матча. Или на мультистриме. Кримс! А его не чекали. Еще и Бролан дал этот минус. Ну тут что-то... Заплыв какой-то на базе со стороны команды Виталити. Игроков много, а вот толку маловато. Фу, Джейвид промахивается. Это 3 в 3. Открывается зайву в голову. Простреливает Кримса, который сидел под балконом. Это большинство. При этом посмотрите на здоровье команды Фнатик. 34-61% здоровья у Бролана. Немного помешали в сети игроки Виталити друг к другу. Так, набрасывается дым. Отрезают просвет от Песков. Апекс. Да, все-таки перестреливаю здесь француза. Тиммейты не успели. Песута плюс зайву. За той позицией. Флюша все оставляет. Ну что, на эйс зайву? Нет, эйса не будет. Ух, ну заставили здесь шведы попереживать. Конечно, своих фанатов. Квадра килл от Бролана. И опять вот такая ситуация. Я не знаю, у зайву 3 фрага, у тиммейтов нет ничего. Апекс при ситуации 3 в 2 просто погибает. При этом вот в такой позиции странной. Откуда ты и не уйдешь-то особенно. Вышел на АИМ, вышел на стрельбу и не перестрелял. На АИМ против Бролана выходить, когда у тебя еще двадцатки нет. Сколько уже прошло раундов? Считай, едва ли не 40. Опять же, не подумайте ничего плохого. Это и близко не критика. Но сложно поставить себя на место зайву. Когда ты все делаешь, и все равно вроде бы 19-19. Есть один человечек, который может поставить себя на место зайву. Но да ладно, не о нем сегодня. Апекс продолжает играть агрессивно, но не летит. Но агрессия внутри ее не убрать. Да как сказать, тут дело уже... Ну вот что здесь могло полететь в этой ситуации? Вот что тут полететь могло? То есть 2 хаешки за цемент тебя контрят. Ты погибаешь вообще в полупозиции. То есть здесь потенциала для перестрелки в принципе не было. Месута Фрак его разменивает голден степом. Занимается база Б. И конечно же Виталити. Там Флюша принимает отличную позицию носить. Уже неважно отпустят его или нет. Зайву не отпускает. Но большинство-то укреплено командой Фнатик. Ну раунд последний перед сменой. Поэтому здесь сейвить очевидно никто не будет. Шансы-то есть. Зайву-то как мы видим разошелся. Плюс РПК. Довольно активно занимает церковь. Зайву отвлекает на себя внимание. РПК, РПК. Кто смотрит? Никто не смотрит. Нет, нет. Голден в последнюю секунду повернулся. Зайву уже калаш. Первый минус. Ну и он же последний. 20-19. Дамы и господа, шведы на раунд впереди. Так, сейчас было бы интересно. Вот жаль, нам табуляцию не выводят. Там дополнительная статистика какая-нибудь. Столько разных интересных цифр можно было бы найти. 46 на 21. 46 на 21. И вы все равно проигрываете один раунд. Ну, у Апекса тем временем 10 ассистов. 13 на 30. И в основном мы, конечно, говорим, что статистика мало, мало что показывает в плане отображения реального импакта игрока. Но здесь, наверное, по ходу 39 раундов определенные выводы делать можно. Снова Апекс погибает. Быстрое занятие банана вообще не удается. Спрей контроль от Плюши выше всяких похвал. Минус. Зайву минус Апекс. Вот тут уже можно на третьей картой крепко призадуматься. Вот-вот пойдут уже маппоинты для команды Фнатик. Ну, и, кстати, если говорить о фрагах, вот у того же Флюша и Кримза там 35 где-то у двоих. То есть, в принципе, они-то на двоих там вообще 70 уже набили. Так что, наверное, лучше двоих по 35 в команде, чем одного, у которого 45. Твоя правда. Окей, банан заняли. Виталити. Пусть они без трудностей. Минута времени. Фнатик, понятное дело, будут уже отыгрывать стандартно. 2 плюс 3. Целесообразности укрепления здесь отсутствуют. В принципе, втроем выйти на Б, разменяться 2 в 1. И 2 в 3 на бомбе еще можно потащить. Вот такой сценарий событий. Самый такой оптимистичный для команды Виталити. Ну, можно, конечно, вообще никого не потерять. Но это маловероятно. Пошел выход. Хелпа несется. Но Дживи только-только на КТ. Отличная работа от Голдена. Но в дым его все-таки убили. 1 в 3 остается Шокс. Но это Дживи. Да, это Дживи. Он просто идет и убивает. Все, два раунда подряд нужно команде Виталити. Лишь только до вторых допов. Хотя, наверное, в определенный в какой-то момент нить игры на Инферно Виталити все-таки потеряли. До третьих уже топов. До третьих. До третьих, прошу прощения. Да, это как раз уже есть вторые. Это точно. А где АВП-то у Фнатик на матчпоинтах? Опа. Поворот судьбы. Ни Флюша, ни Дживи без АВП. Кому оно надо? Да, действительно. Кримс. Что, пуш-центр? Конечно. Конечно, мы врежемся в стенку и погибнем от Зайву вдвоем. Кому это АВП на прикрытии действительно надо? Бролан на бойлере. Его, по идее, должны здесь проверять. Хотя Зайву не развернулся. Почему-то тиммейта тоже не посмотрели. Зайву, наверное, сейчас сделал ставку на то, что тиммейт это обязан на бойлер посмотреть. Ничего подобного не произошло. Да, большинство для Виталити, но прямо сейчас Флюша его на самом-то деле отыгрывает. Это уже 2 в 2. Боба лишь сейчас будет устанавливаться. Апекс. Ох, какой важный минус он сейчас дает. Флюша, инициативный выход. Он пытается как можно быстрее задавить Шокса. Но все-таки приходит Апек и всех спасает. 21-20. Что за рубка? Что за матч? Но здесь еще раз не могу не бросить отсылку к нашей студии Аналитики. Еще, по-моему, до начала первой карты они отмечали, что Фнатик намного более стабильный в плане того, что каждый из игроков вносит свою часть импакта, чего о Виталите не скажешь. И здесь, если посмотреть на статистику, мы как раз это и видим. Там 39 у Флюша, 34 у Кримза, но никто же не выпадает. Ну и по 24-25 у всех остальных. Апекс наконец-то какие-то фраги все-таки сделал в предыдущем раунде. Ну и что, последний маппоинт для команды Фнатик. Джей Ви также пушил центр карты. Уверенный мув. И есть entry kill. Вот чего не отнять у Фнатик, наверное, так это уверенности в себе. Слились в прошлом раунде. В такой же ситуации даже вдвоем. Аркадия слились. Ну, Джей Ви в соло находят минус. Шокс погибает. Ну, успехов французам. Во взятии раунда 3 в 5? Да. Или уже успехов на Мираже? На Мираже так точно. Я бы хотел два фрага от Зайву, чтобы он так с полтинничком закончил карту. Чтобы Апексу совсем уже не по себе было. Ну, полтинника не будет. Зайву погибает. Флюша видел двоих. Кстати, он один на Б находился. Ну и, похоже, дело движется. Все-таки к третьей карте. Флюша! Красиво! Три фрага в его исполнении. 42 убийства в целом. Мы поздравляем команду Фнатик. Заслуженная победа. Максимальное напряжение на Инферно подарили нам как Фнатик, так и Виталити. Да, но Фнатик оказались сильнее. И, наверное, на допах, особенно уже под конец, это было видно, как нельзя лучше. Имею в виду, что Фнатик попали в комфортную среду. Это среда, где соперник ходит по очень тонкому льду. И здесь Фнатик, будучи такими психологами в каком-то смысле, просто переиграли. Даже возьмем последний раунд, когда Фнатик проявили всестороннюю контр-агрессию, играя за контр-террористов. И ничего с этим, в принципе, Виталити поделать и не смогли. То есть какие-то отдельные разрозненные раунды на допах Виталити выигрывали. Но в динамике все-таки у Фнатик возможности было побольше. Но сложно ответить на вопрос, что бы случилось, если бы Апекс набил не 15, а 25, например. То есть если бы он не отрывался от своих тиммейтов, так же, как это было у Фнатик, где каждый из игроков вносил свою часть импакта. Но на эти вопросы ответит наш толланалитики. Мы же с нетерпением ждем карты. Дэй Мираж, спасибо, что остаетесь с нами.